что я вам видео есть там некоторые проблемы записи но справлюсь так все видно хорошо надеюсь что будет еще и слышно но мне хотелось бы думать что те кто в эту в эту минуту с нами что они присутствовали на предыдущей лекции на которой мы лекция восьмая у нас сегодня уже по счету и мы продолжаем уже вторая по счету лекция по большой теме применения законодействующих масс кислотно основным равновесием в растворах слабых кислот самых оснований и солей и здесь же мы будем обсуждать буферной системы но это абсолютно точно уже на следующей лекции так вот на предыдущей лекции мы с вами начали обсуждать содержимым содержимое вот этого слайда а именно расчет концентрации частиц и ph расторов слабых слабых оснований поскольку в презентации этот слайд предыдущий лек был вывешен то я надеюсь что кто хотел он ознакомился содержанием этого слайда поэтому я не буду очень долго задерживаться но напомню только это слабое основанием мы обозначаем как они он минус в реакции взаимодействия с водой слабое основание принимает протон от воды получает сопряженная кислота аж они он и раствор щелочной потому что присутствует в растворе в результате этого взаимодействия гидроксид ионы их концентрацию увеличится сравнение с концентрацией в воде а в воде мы знаем чистый 1 0 0 до 10 минус 7 степени моль на литр так вот абсолютно все аналогично как и в случае кислоты в случае кислоты мы общую концентрацию обозначали с буковкой а здесь у нас с буковкой бейбейс равняется общая концентрация неона степень ионизации степени ионизации слабого основания это отношение концентрации ионизированных частиц к общей концентрации а ионизировалась столько сколько получилось иона ваш минус поэтому ваш минус деленное на исходную концентрацию основания но мы уже раньше с вами говорили что коэффициенты активности здесь мы будем считать равными единицы поэтому активности гидроксид ионов равны активности неонизированных молекул а ш а не он то есть сопряженной кислоты равняется концентрацию аж минус равняется естественно равновесной концентрации а ш а не он поскольку коэффициент активности равна единице и равняется из этой формулы альфа бейс следует чему и равняется c бейс умножить на альфа бейс потому что ваш у нас где находится числитель и дроби да ну а соответственно активность и равновесная концентрация не ионизированных частиц основания это будет то что выросли минус то что распалось на ионы то есть ступило во взаимодействии в данном случае минус cb с альфа бейс ну и так далее поэтому абсолютно аналогично как в случае кислоты только здесь k а было здесь к бейс там было c а альфа а в квадрате единица минус альфа а а в нашем случае c бейс альфа бейс квадрате на единицу минус альфа а абсолютно аналогично Аналогично, как и в случае кислоты, мы будем применять с вами критерий отношения концентрации, констанции, основности в данном случае. Если больше 400, то в этом случае я на прошлой лекции все это пояснял, что степень ионизации меньше 5%, а значит знаменатель дроби можно считать равным единице. И тогда у нас очень простая формула, получается, связывающая константу основности с малярной концентрацией степени ионизации. Откуда альфа-бейс это корень квадратный из Кбс деленный на Сбс. Ну а концентрация и активность ионного H- равняются концентрации, ну и активности H- ион, и равняется Сбс альфа-бейс. И поэтому, если мы внесем под знак корня, то будет Кбс Сбс в квадрате, Сбс знаменатель сократится, получаем корень квадратный из Кбс на Сбс. Абсолютно аналогично, если у нас степень ионизации больше 5%, это в том случае, когда отношение концентрации к константе основности меньше 400. В этом случае решаем квадратное уравнение, оно абсолютно аналогично, только меняются буковки, там была буковка A, а здесь буковка B. Ну и там мы вычисляли в случае кислоты активность H3O плюс равнялась Са альфа, а здесь активность ионного H, Сбс альфа-бейс. Поэтому, зная активность, мы вычисляем PH, а затем PH, как обычно, из ПК-воды вычитаем. И так, для того, чтобы можно было начать обсуждать решение конкретных задач. Итак, начнем с примера 1, в котором требуется вычислить степень ионизации азотистой кислоты, ну мы с вами знаем азотность, азотистая слабая, водного раствора с концентрацией кислоты 0,100 моль на литр. Видите, мы будем брать все время три значащие цифры. И равновесная концентрация всех частиц в растворе этой кислоты и PH данного раствора. Ну, вам еще раз напоминаем, что коэффициенты активности ионов будем считать равными единиц. Так принято. Так принято. Хотя, это не всегда правильно. Итак, краткое условие, как обычно. Са мы с вами договорились, будем обозначать, поскольку у нас кислота нижний индекс А, С малярная концентрация. Это малярная концентрация азотистой кислоты, исходная, и равняется 0,1 моль на литр. Константа кислотности КА, это есть константа кислотности HНО2 и равняется 6,2 на 10 минус четвертый. Ну, мы эти скобочки здесь опустим, поскольку у нас все относится только к азотистой кислоте. Ну, а формулы будут выглядеть, ну, более простой вид будут иметь, будут проще выглядеть. Что нам требуется найти? Требуется найти степень ионизации кислоты А, равновесную концентрацию ионов H3O+, равновесную концентрацию НО2-, равновесную концентрацию HНО2 и pH раствора. То есть просили вычислить концентрации всех частиц, какие есть в растворе. Ну, правда, есть еще H-, который тоже можно вычислить, поскольку в водном растворе они всегда присутствуют в растворе кислоты. Малые концентрации, меньше, чем H3O+, но всегда присутствуют. Итак, как обычно, начинаем с написания уравнений ионизации молекул азотистой кислоты. Видите, мы начинаем решать задачи с молекулярных кислот. HНО2 взяли в качестве примера. Итак, молекула HНО2 плюс молекула воды. Молекула кислоты отдает протон воде, получился ионоксония. И НО2 минус частицы без одного протона, сопряженное основание по отношению к кислоте HНО2. Давайте под формулами или над формулами, где вам удобнее, будем обозначать концентрации этих частиц. Чему равняется концентрация H3O+, СА альфа А. Чему равняется концентрация НО2, СА альфа А. Ну а здесь, если мы под формулой, то в какая концентрация HНО2 в равновесии с ионами H3O+, СА находится. То, что было СА, и минус СА альфа А. Это СА вынесем за скобку, получаем СА умноженное на единицу минус альфа А. Записываем выражение константы кислотности. КА, еще раз напоминаем, это есть КА, HНО2. Это есть произведение активности ионного аксония на активность НО2 минус коэффициента равны единице. И деленное на активность неионизированных молекул HНО2. Ну а активность воды равна единице, поэтому мы ее не включаем. Подставляем численные значения. Что имеем? СА альфа А умножить на СА альфа А и деленное на СА единица минус альфа А. СА сократилось и получили формулу СА альфа А в квадрате на единицу минус альфа А. Итак, дальше оцениваем степень ионизации молекул HНО2 в растворе с тем, чтобы определиться. Нам надо пользоваться квадратным уравнением вот этой формулы или у нас может быть, даст Бог, знаменатель сократится, тогда жизнь существенно облегчится. Итак, СА нам известно, КА нам известно. Подставляем СА 0,1 КА 6,2 на 10 минус 4, получаем число 161. Ну, если правильно, то надо было написать 1,6 на 10 в квадрате, поскольку две значащие цифры. Но это в данном случае не принципиально. Ясно, что это число 400, оно больше нигде у нас не используется. Простите, оно меньше, чем 400. А если это число меньше, чем 400, то это значит, что степень ионизации больше 5%, а это значит, что единица минус альфа А нельзя считать равным единице. И поэтому нам придется пользоваться не упрощенным, а вот таким выражением, что константы кислотности СА 0,2 или просто КА равняется СА альфа А в квадрате на единицу минус альфа А. Ну, если мы умножим, а что на 2 забудем, ладно, чтобы упрощать жизнь. Если мы умножим числитель и знаменатель, простите, правую и левую часть единицу минус альфа А, все перенесем в левую сторону, приравняем к нулю, то получаем выражение СА альфа А в квадрате плюс КА альфа А минус Ка равняется нулю. А такие уравнения вида АХ квадрат плюс БХ плюс С, где у нас Х это альфа А, мы умеем с вами решать. Единственное, что в аналитической химии альфа А это величина только положительная, потому что степенинизации не может быть отрицательной, поэтому у нас будет только один корень, один корень, то есть альфа А равняется дроби, числитель и дроби минус Ка плюс, там где Х1Х2 плюс минус, да, один корень положительный, второй отрицательный. У нас только плюс Ка в квадрате плюс 4Ка Са, деленное на 2Са. Подставляем численное значение. Константа кислотности со знаком минус, значит минус 6,2 на 10 минус 4. Константа кислотности в квадрате 6,2 на 10 минус 4 возводим в квадрат. Записывайте это, как делаю я в контрольной, чтобы вы потом не возвели 10 минус 4 только в квадрат. И плюс слагаемый, включающий 4, константу кислотности 6,2 на 10 минус 4, и концентрация у нас по условию задачи 0,1. Ну, а в знаменателе удвоенная концентрация, то есть 2 умножить на 0,1. Ну, мы здесь имеем полное право дать 3 значащие цифры, поэтому, если величина безразмерная альфа, то это 0,757, а если умножить на 100, то получаем 7,57%. Ребятки, все, как мы с вами и предвидели. Степень ионизации кислоты азотистой в этом растворе, она больше 5%, как мы с вами и ожидали. Ну, а дальше. Поскольку согласно уравнению реакции, ну, и тому, что активности, нас просто это, мы должны записать, что активность H3O+, равняется концентрации H3O+, с тем, чтобы потом PH, мы сразу написали минус логариф активности H3O+. Я вам советую так делать. Так вот, равновесная концентрация H3O+, равняется концентрации NO2. Равновесной, это то, что с правой стороны у нас, если кто-то уже забыл уравнение реакции, HNO2+, две стрелочки туда-обратно, H3O+, плюс NO2-. Это есть САА. САА мы с вами знаем, 0,1. АльфаА мы с вами нашли. Подставляем всегда безразмерную величину, а не проценты. И получаем 7,57 на 10 минус третьей степени моль на литр. А вот равновесная концентрация не ионизированных молекул. Это сколько было? Это минус столько, сколько получилось NO2 или H3O+. Верно? Одни величины одинаковые. То есть 0,1 минус 7,57 на 10 минус третьей. Ну, это получается восьмерочка в третьем знаке после запятой при округлении. И получаем число 0,092. Моль на литр. Видим здесь три десятичных знака, но уже две знача цифры. Итак, поскольку мы знаем концентрацию, а значит и активность ионного аксония, то мы в состоянии вычислить pH этого раствора. И pH равняется минус логарифм активности ионного аксония. Подставляем численные значения. Активность ионного аксония 7,57 на 10 минус третий. И получаем число 2,12. То есть для 0,1 азотистой кислоты достаточно сильная кислота. Все-таки 10 минус четвертый, 6,2 на 10 минус четвертый. Константа кислотности и pH достаточно большой. Ребятки, для тех... Итак, мы в ответе привели все, о чем нас просили. Ребятки, для тех, кто интересуется. Я очень кратко прокомментирую то, что вы видите ниже. Строгое решение. Ведь посмотрите, мы с вами знаем, я буду давать вот таких вот случаев, с вами знаем, что концентрация ионов H3O+, и на 2 минус, мы вычислили, равняется 7,57 на 10 минус третий степени моль на литр. А значит, ионная сила этого раствора, азотистой кислоты, равняется 7,57 на 10 минус третий. А это, простите, больше, чем 1 на 10 минус четвертый. А значит, коэффициенты активности, строго говоря, нельзя считать равными единице. И в данном случае он равен 0,918. Ну, поэтому активность H3O+, строго если считать, это есть равновесная концентрация, умноженная на коэффициент активности, и равняется 7,57 на 10 минус третий, верно ведь, умножить на 0,918, это уже 6,94 на 10 минус третий, а не 7,57 на 10 минус третий, как задача была. Ну и, соответственно, PH получается в этом случае 2,16. То есть при строгом решении мы видим, что PH отличается от предыдущего на 0,04 единицы PH. Ну, в общем, разница не такая существенная для таких задач, поэтому в этой теме принято считать, считать коэффициенты активности равными единице, хотя строго, если решать иногда, разница получается больше. Я такие случаи вам буду показывать. Значит, дело в том, что мы с вами уже умеем вычислить ионную силу любого раствора, коэффициенты активности мы умеем находить, поэтому, я думаю, проблемы нет, если возникнет необходимость для строгого решения такого плана задачи. Переходим. Итак, требуется вычислить в примере 2 степень ионизации орто-мышьяковой кислоты в водном растворе с концентрацией 0,1 моль на литр. Значение PH данного раствора вычислить, ну, а коэффициенты активности рекомендуется принять равными единицами. Дело в том, что мы с вами, когда выводили формулы для вычисления PH, мы брали кислоту вида H-анион. H-анион. Но мы с вами обговаривали, что анион может быть и H содержать, как в случае, ортофосфорной кислоты, верно ведь? Но все формулы выведены и для слабых полипротонных кислот. Вот в данном случае у нас полипротонная или трехпротонная кислота орто-мышьяковая. Итак, концентрация кислоты равняется CA равняется CH3, арсений Кубо 4 равняется 0,1 моль на литр. Из справочника выписываем первую константу кислотности, мы ее обозначим как KA1, А1 это есть константа кислотности H3 арсеникума 4, молекул, который ионизируется. И она равняется 6,46 на 10 минус 3. Видите, на целый порядок 10 раз более сильная кислота, чем HNO2. Вторая константа ионизации ортомышьяковой кислоты КА2, это есть константы кислотности уже иона H2 арсеникума 4 минус, который получился при ионизации молекул по первой ступени. Она 1,15 на 10 минус 7 степени. Это уже величина маленькая, это порядок такой, как у сероводородной кислоты первой ступени. Ну и третья константа кислотности КА3, это есть константа кислотности иона H арсеникума 4,2 минус, то есть когда последний протон покидает вот эту частицу и равняется 3,16 на 10 минус 12 степени. И так требуется вычислить здесь степень ионизации альфа и PH раствора. Так вот, прежде всего, когда вы рассматриваете полипротонные кислоты, вы должны определиться, можем ли мы ее рассматривать как монопротонную, то есть насколько отличаются ступенчатые константы кислотности вот этих кислот. Мы видим константа КА1, первая константа ионизации этой кислоты или константа кислотности, 6,46 на 10 минус 3, а вторая, ну приблизительно на 4 порядка, то есть не в 100 тысяч раз, но чуть меньше, 25 тысяч раз приблизительно, 25 тысяч раз меньше, чем первая. Поэтому, конечно же, протоны, которые образуются в результате или ионной аксонии, которые образуются в результате ионизации ортомыщековой кислоты, это протоны, которые образовались по первой ступени ионизации. То есть вклад в концентрацию равновесную ионного аксония определяется ионизацией по первой ступени. Он незначительный совершенно по второй и абсолютно, абсолютно, так сказать, не влияет на равновесную концентрацию суммарную. В этом растворе. Итак, так как для ортомыщековой кислоты константа кислотности первая много больше, чем вторая, то PH, ее водного раствора, определяет ионизацию кислоты по первой ступени. Ну а дальше записываем уравнение ионизации. Итак, H3, арсениковый, 4 плюс вода. Протон от молекулы H3, арсениковый, 4, перешел к воде, образовался ион аксония, и H2, арсениковый, 4, минус частица, сопряженная по отношению к H3, арсениковый, 4, основания. Итак, как обычно, под формулу пишем СААА, САААА для продуктов, и для неионизированных молекул САААА, САААА, то есть СААА, скобочка, единица минус альфа. Константа кислотности ортокосфорной кислоты. Мы ее просто КАА здесь напишем, чтобы индексы 1, 2, 3, но они нам не нужны. Индекс 1 это как раз КААА, H3, арсениковый, 4. Мы просто напишем КАА, чтобы соблюсти, использовать ту формулу, которую мы с вами выводили. Итак, константа кислотности, первая, это есть константа кислотности H3, арсениковый, 4, и равняется СААА в квадрате на единицу минус альфа. Вы знаете, не надо быть крупным специалистом, чтобы сразу предвидеть, что отношение малярной концентрации кислоты 0,1, как и в предыдущей задаче было, константа кислотности, которая еще больше, чем в случае азотистой кислоты. И, конечно же, мы получаем число, там было 161, по-моему, здесь 15,5, что, конечно же, много меньше, чем 400. А значит, степень иненизации много больше будет, чем 5%. А это значит, что единица минус альфа не равняется единице. И поэтому мы не имеем права пренебречь вот этим знаменателям, а значит, мы должны пользоваться формулой константа кислотности, это есть СААА в квадрате на единицу минус альфа. И решать вот это квадратное уравнение САА в квадрате плюс КАА минус КА равняется 0 относительно альфа. Относительно степени иненизации данной кислоты. Ну, формулу. Скажу откровенно, ребятки, что я дал тут побольше задач, где альфа больше 5%, чтобы вы, решая их, ну, набили руку, что называется, и быстро научились решать вот такие вот квадратные уравнения. И запомнили. Итак, альфа А, это есть минус КА квадратный КА квадрат плюс 4КА, деленное на 2СА. Подставляем численные значения. Константа кислотности первая. 6,46 на 10 минус 3 со знаком минус. Корень я вам уже объяснял, что у нас будет только положительный, поэтому вместо плюс-минус у нас только плюс здесь. Корень квадратный. Константа кислотности 6,46 на 10 минус 3 в квадрате. Плюс, знаете, вот тут у меня четверка, но никак по росту не удалось сделать такой же, как остальные цифры. 4 умножить на 6,46 на 10 минус 3 и на 0,1. И деленное на удвоенную концентрацию кислоты. И получаем число 0,224 или 22,4%. Видим, насколько. Предыдущая задача была 7 с небольшим, да? А здесь уже во сколько в 3 раза больше степени инизации. Степени инизации в 3 раза больше. Итак, активность H3 плюс равняется концентрация H3 плюс, равняется Са альфа, Са 0,1, альфа 0,224 подставляем и получаем 2,24 на 10 минус 2 степени моль, деленное на литр. Ну, а PH, это, естественно, минус логарифм активности H3 плюс. Вы поняли, вот так вот лучше всегда записать, чтобы потом здесь подставлять уже активность, потому что PH, это минус логарифм активности. И равняется, соответственно, минус логарифм числа, десятичный логарифм числа, 2,24 на 10 минус 2, это 1,65. Видите, степень инизации больше, и более сильная кислота, чем азотистая, и PH, естественно, при одной и той же концентрации стало больше. Там было 2 с небольшим, а здесь 1,65. Итак, мы с вами на этих двух примерах рассмотрели вычисление PH и нахождение степени инизации, нахождение концентрации молекулярных кислот, монопротонные HNO2 и трехпротонные, которые относятся к классу полипротонных 2 и больше, что же мы говорим поли, да, полипротонных кислот. А вот сейчас давайте-ка мы вычислим степень инизации кислоты, которая является катионной кислотой. Мы с вами говорили, что с точки зрения протолитической теории Бронстеда-Ловри все гидротированные ионы металлов являются кислотами. Так вот, мы с вами взяли здесь в качестве примера кислоты гидротированный ион Висмута-3. В водном растворе соли Висмута-3 нитрата с концентрацией 0,1 мл. И требуется вычислить, кроме степени инизации, PH данного раствора. Но опять же, будем считать коэффициенты активности равными единице, но потом с вами посмотрим, насколько велика будет разница, если рассчитывать все точно. Итак, краткое условие дано. Концентрация кислоты. Это есть концентрация гидротированной иона Висмута, а значит равняется концентрации соли исходной, поскольку в одной формуле единицы Висмута это 3-3-жды 1 ион Висмута, который переходит в раствор в виде гидротированных частиц. Получаем 0,1 мл. Константы кислотности таких кислот катионных нет, но мы с вами на прошлой лекции обсуждали, что константа кислотности H-анион умножена на константу основности сопряженного основания К-Бэйсанион-минус, это есть К-воды. И поэтому, если известны константы основности сопряженных оснований, то нам не составит труда вычислить константу кислотности. Поэтому заглядываем в справочник и видим, что если ион гидротированный Висмут это кислота, то без одного протона будет частица какая? Висмут OH. Значит, константа основности сопряженного основания Висмуту H2+, это есть третья константа основности гидроксида Висмута и равняется 3,98 на 10 минус 13 степени. Справочная величина. Альфа и PH это две величины, численные значения которых нам требуется найти. Итак, записываем уравнение ионизации гидротированного иона Висмута, который является кислотой. Итак, видите, Висмут OH2 по правилам ЮПАК. Молекула воды это легант, это координационная частица. Ближе к центральному катому металла должен быть расположен тот элемент, через который образуется связь, то есть связь через кислород. Пары электронов на кислороде находятся, да? Поэтому Висмут OH2, частица с зарядом 3+, плюс молекулы воды. Ион Висмут OH2 с зарядом 3+, кислота, протон из гидратной оболочки воды переходит к молекуле воды, образуется ион аксония, и от кислоты Висмут OH2 с зарядом 3+, осталась частица Висмут OH с зарядом 2+, то есть сопряженное основание. Ребятки, конечно же, здесь в гидратной оболочке 6 молекул воды, и строго говоря, мы должны были написать Висмут OH2 с шестеро с зарядом 3+, а вот эту частицу, как Висмут OH и OH2 с пятеро с зарядом 2+, но мы это с вами в голове всегда держим, что здесь есть молекулы воды, и чтобы картинку не усложнять, чтобы она визуально легче воспринималась, мы записываем только одну молекулу воды. Итак, константа кислотности КА, поскольку в нашей конкретной задаче речь идет об одной кислоте какой? Висмут OH2 с зарядом 3+, равна. Это есть константа автопротолиза воды КА воды, деленная на константу основности сопряженного основания Висмут OH с зарядом 2+. А мы с вами уже договорились, что это какое основание, какая константа третья константа основности для гидроксида Висмута 3. Поэтому подставляем численные значения КА воды 1,00 на 10 минус 14, делим на 3,98 на 10 минус 13 и получаем 2,01 на 10 минус 2. Ребятки, видите, какая сильная кислота? Сильнее азотистой, сильнее ортовышьяковой кислоты, сильнее ортофосфорной. Это такая же по силе кислота, как ион А604 минус. То есть серная кислота по первой ступени на сильной константы не имеет, естественно. А по второй ступени гидросульфат ион имеет приблизительно такую же величину 1,15 на 10 минус 2. То есть даже сильнее, чем серная кислота по второй ступени. Итак, поскольку кислота сильные, ребятки, то, конечно же, альфа будет много больше 5. Итак, применяем наш критерий. СА деленное на КА подставляем численные значения 0,1 деленное на 2,51 на 10 минус 2. Это 3,98. Это намного меньше, чем 400. Поэтому степень инвизации альфа А будет много больше 5. Единица минус альфа А, конечно же, нельзя считать равны единице. И мы тогда имеем формулу КАСА альфа А в квадратную единицу минус альфа А. Из которой мы получаем вот это квадратное уравнение относительно альфа А. Ну, я его уже не буду озвучивать. Мы его не один раз уже писали. Ну, и вычисляем, чего равняется альфа А. Итак, альфа А это минус КА плюс корень квадрата КА в квадрате плюс 4КАСА. И деленное на удвоенную концентрацию кислоты, то есть 2СА. Подставляем численные значения. Итак, константы кислотности минус 2,51 на 10 минус 2 степени. Плюс корень квадратный из 2,51 на 10 минус 2 в квадрате плюс 4 умноженное на 2,51 на 10 минус 2. Это константы кислотности умноженное на 0,1. Это концентрация кислоты. И деленное на 2 умноженное на 0,1 и получаем число, видим, 0,391 и 39,1%. То есть почти на 40% гидротированный ион висмута превращается в ион висмут OH с зарядом 2, с зарядом 2+. Поэтому, ребятки, если вы помните, что соли висмута и сольмы при разбавлении гидролизуются, как мы с вами говорили, с образованием белых осадков висматохлор или висмут ОНО3, стебиум Охлор или стебиум ОНО3. И хлориды или нитраты стебиум Охлор, потому что уже в растворе, в растворе видите, насколько сильно происходит превращение кислоты висмут ОНО2 в основании висмут ОНО3. Итак. Равновесная концентрация сопряженного основания висмут ОНО2 висмут ОНО2 равняется произведению концентрации кислоты. На степени низации подставляем численное значение концентрации 0,1, степени низации 0,391. Ребятки, только проценты не подставьте, ради бога. Получили число 3,91 на 10 минус 2. Ну а отрицательный десятичный логарифм активности ионовоаксония, это есть минус десятичный логарифм числа 3,91 на 10,22 моль на литр, и мы получаем число 1,41. И таким образом мы ответили на все поставленные вопросы, увидели, что очень велика степень ионизации и, соответственно, очень малое значение pH, то есть кислота очень сильная. Для тех, кто интересуется, ребятки, я не буду обсуждать, поскольку мы потеряли уже немножко времени из-за этих сбоев в связи, вот строгое решение, вы можете посмотреть, мы в состоянии для данного раствора вычислить ионную силу раствора, мы можем найти коэффициент активности, мы можем найти активность ионов H3O+, Плюс, когда коэффициент активности не единица, и pH видим 1,48, а не 1,47. Ну, 0,07 где-то это существенно. Если бы это шло речь о pH крови, то это, простите, уже была бы ситуация близкая к катастрофе. То есть мы с вами уже достаточно знаем информации, которая позволяет нам решить задачу строго, если надо. Но в учебных целях, во всех контрольных работах, во всех учебниках принято считать, что коэффициенты активности в растворах слабых электролитов равны единичке. Идем дальше. Идем дальше. Итак, мы рассмотрели с вами вычисление pH одной катионной кислоты на примере гидротированного иона висмута 3. И давайте еще возьмем одну, но уже слабую кислоту, это ион аммония. То есть вот в этом примере нам предлагается вычислить степень ионизации иона аммония в водном растворе аммония хлорида с концентрацией 0,5-0,0 моль на литр и значение pH данного раствора. Итак, то, что раствор хлорида аммония является кислым, вы это уже знаете, вы эту лабораторную работу, конечно же, все делали, успели, значит, разрушали раствор, содержащий алюминий OH6 зарядом 3- ион, добавляя кристаллический хлорид аммония, и у вас выпадал осадок, осадок гидроксида алюминия, который осаждается, там припаяшь приблизительно 5,5,5,5,5,5,5,5, то есть хлорид аммония, раствор используется как кислота слабая, которая позволяет выделить в осадок алюминию OH3, чтобы он не растворялся, так сказать, да. Так вот, концентрация кислоты в нашем случае, это есть концентрация иона аммония, и она равняется концентрации соли на 4 хлор и равняется 0,500 моль на литр. Констант основности нам нужна будет сопряженного основания NH4 плюс кислота минус 1 протон NH3 сопряженное основание. Кабейс или Кабейс NH3 равняется 1,76 на 10 минус 5 степени. Ну, альфа-А надо найти и PH раствора. Итак, как обычно, записываем уравнение ионизации слабой кислоты иона аммония. Ион аммония плюс вода. Ион аммония передает свой протон молекуле воды, получается ион аксония, и молекула аммиака образовалась из иона аммония, то есть сопряженное основание NH3. Но поскольку катионных кислот, констант кислотности в таблицах нет, то их всегда надо вычислять. Поэтому вычисляем, чему равняется константа кислотности иона аммония. Это к воды, деленной на константу основности сопряженного основания молекул аммиака. Подставляем численные значения. К воды 1,0,0 на 10, минус 14. Констант основности 1,76 на 10, минус 5. И получаем 5,68 на 10, минус 10. Ну, на прошлой лекции, я думаю, что мы это вычисляли. Да, наверное, вычисляли. Я комментировал, что это очень слабый. Ортоборная кислота имеет порядок 10, минус 10. Фенол, органическая кислота, да. С6H5OH, да. И имеет такой, такой, такой же порядок 10, минус 10. Так вот, после того, как мы знаем уже константу кислотности, мы можем применить наш критерий ННК, чтобы определить у нас альфа больше 5 или меньше 5 процентов. Итак, подставляем численные значения. СА 0,1. Ой, ребятки. Здесь я взял 0,5, а здесь написал 0,1. Я исправлю в презентации, которая будет вывешена, слайд 10, почему у меня так получилось, не знаю, 0,5, а там 0,1 взял. Значит, я исправлю, но, поверьте мне, это абсолютно ничего не меняет. Эта величина, в данном случае, 8,8 на 10 в восьмой степени, конечно же, она намного больше, чем 400. Без сомнения. А я, походу, сейчас быстренько, минус 10 равняется. Что я здесь написал? Конечно, я взял здесь, ребятки, 0. Так, прочитаю. Конечно, я здесь взял 0,5. 0,5. 0,5. Видите, число близкое к единице. Здесь 0,5. Посчитал, а почему-то написано 0,1. Итак, в любом случае это отношение будет намного больше, чем 400. А значит, степень ионизации будет намного меньше, чем 5%. Соответственно, единица минус альфа мы можем считать равной единице. И поэтому в формуле, связывающей константу кислотности с ее малярной концентрацией степени ионизации, знаменатель дроби единицы минус альфа равен единице. И поэтому константа кислотности равняется СА альфа А в квадрат. И облегчается. Отсюда альфа А. Это есть корень квадратный из К, деленный на СА. КА мы нашли 5,68 на 10 минус 10. Концентрация 0,500. И, соответственно, численное значение 3,37 на 10 минус 5 в долях единицы. Или видите, всего лишь 3,37 на 10 минус 3 степени процентов. Очень слабая кислота, очень малой степени подвергается ионизации. Но, зная альфа А, вычисляем активность ионовоаксония, которая равняется концентрации. Ионовоаксония равняется СА альфа А. Подставив численное значение, получаем число. Ребятки, тоже будьте внимательны. Видите, здесь минус 3 процента, минус 5 это в долях единицы. Правильную цифру подставлять. И получаем число 3,37 на 10 минус 6 степени. И PH, соответственно, минус логариф активности H3O+. При подстановке активности ионовоаксония получаем 5,47. Видите, стремится к раствору кислой. Но не такой кислой, как в предыдущих случаях. Давайте-ка. Ну, я думаю, с кислотами мы разобрали с вами 4 примера молекулярных кислот и катионных кислот. Значит, можем перейти к рассмотрению вычисления степени ионизации оснований и PH их растворов. Итак, пример пятый, который мы сейчас с вами обсудим. Будем требовать вычислить степень ионизации молекул диэтилогина и концентрацию ионовоаксония в его водном растворе с концентрацией 0,1 моль на литр, а также PH данного раствора. Ну, коэффициенты активности будем считать равными единице. Итак, аммиак и его производные, алкиламины, являются, естественно, основаниями. Поэтому C-бэйс, это есть C диэтил, C2H5 дважды, NH, то есть два атома водорода замещены на этил, радикал C2H5, и концентрация 0,1,0,0 моль на литр. Константа основности диэтиламина 9,55 на 10 минус четвертой степени. Видите, это приблизительно 1 на 10 минус третий. У аммиака 1,75 на 10 минус пятой. То есть сто раз практически более сильное основание, чем аммиак. И вообще все алкиламины, они более сильные основания, чем исходный аммиак. Итак, степень ионизации слабого основания и PH его раствора требуется найти. Итак, записываем уравнение ионизации слабого основания C2H5 дважды, NH. Плюс H2O. Основание является акцептором протона от воды. Вода выступает кислотой. Вода отдает протон основанию C2H5 дважды NH. Получается частичка C2H5 дважды NH2 с зарядом плюс. Диэтиламмоний. Аммиак. Сопряженная кислота. Аммоний. Диэтиламин. Диэтиламмоний. Триметиламин. Триметиламмоний. Ну и, соответственно, от воды потерявшей, точнее отдавшей протон основанию, остается гидроксид ион. Как обычно, как и в предыдущем случае, мы будем писать под формулами. Cа альфа а было в случае кислоты, Cb альфа b в случае основания. У H ионов Cb альфа b. Сколько неионизированных, какая концентрация неионизированных молекул диэтиламина осталась у нас? Cb на единицу минус альфа b. Константы основности будем просто записывать Кб из, потому что, видите, как много тут скобок, сложно писать. Ну, можно было вместо C2H5H написать ИТ, да? ЕТ, да? Этил. Н дважды Н. Это есть отношение, естественно, произведения активности и продуктов реакции на активность неионизированных молекул Cb альфа b в квадрате на единицу минус альфа b. Все абсолютно аналогично. Я, знаете, уже, наверное, произносил сразу, когда я 25 лет назад познакомился с теорией Бронстеда Лоури впервые. Я просто в нее влюбился, как все, как все просто можно рассчитывать и сразу снялись, которые у меня до этого, так сказать, были в связи с теорией Аренивуса. Итак, применяем наш критерий. Cb делим на kb. Cb с 0.1. kb у нас дано 9.55 на 10 минус 4. Получаем число 105. Конечно же, это меньше, чем 400. Естественно, что альфа b будет больше 5. А, следовательно, единица минус альфа b, то есть знаменатель дроби, мы не можем считать равным единице. И поэтому будем пользоваться формулой kb. Есть cb с альфа b в квадрате, деленная на единицу минус альфа b. Ну, скобочку можно было убрать здесь. Хотя она не мешает. Итак, ребятки, мы уже не один раз решали квадратное уравнение, которое получаются при преобразовании вот этой формулы. И поэтому альфа b это минус kb плюс корень квадрата kb с квадрат плюс 4 kb с cb, деленное на 2 cb. Подставляем численные значения. kb с минус 955 на 10 минус 4. Ну, я уже не стал здесь квадратные скобки рисовать, а сразу kb в квадрате, то есть 9,55 на 10 минус 4 в квадрате, это 9,12 на 10 минус 7 степени. Ну, и сразу, сразу подставил продукт, то есть результат умножения 4 kb на cb, то есть 4 умножить на 9,55 на 10 минус 4 и умножить на 0,1 дает нам 3,82 на 10 минус 4. Ну, и в результате мы получили число 0,0931 или 9,31%. Видим, конечно, это не 39%, но, естественно, почти в два раза больше, чем 5%. То есть более сильное основание, конечно, существенно, чем аммиак. Итак, активность ионоваж равняется активной равновесной концентрации ионоваж равняется cb с альфа-бейс при подстановке значения cb с 0,1,00, альфа-бейс 0,0931 получили концентрацию и активность гидроксиды ионов 9,31 на 10 минус 3 степени моль на литр. Ну, а зная активность ионоваж, мы в состоянии вычислить pOH данного раствора и как минус логарифт активности ионоваж минус. Ну, и при подстановке численных значений получаем минус логарифт 9,31 на 10 минус 3, получаем число 2,03. Ну, это у нас pOH, а pH, это и есть pk воды минус pOH и равняется 14,00 минус 2,03, получаем 11,97. То есть раствор, ну, щелочной, щелочной, так, слабо-щелочной раствора, ну, или больше к среднему, да. Ну, естественно, что эту задачу мы с вами можем решить и строго, для того, кто хочет, вы можете ознакомиться, поскольку здесь все расписано. Видим, что на самом деле 11,93, 11,97, разница в 0,04 единиц, единиц pH. Давайте-ка сейчас перейдем к задаче, в которой итак мы рассмотрели слабые молекулярные основания. Давайте-ка сейчас решим задачу, в которой требуется рассчитать степень ионизации карбонат-ионом в водном растворе карбоната натрия с концентрацией 0,05 мл на литр и pH данного раствора. Опять же, коэффициенты активности принимаются равными, равными единичным. Итак, ребятки, то, что раствор натрий-2-СО3 щелочной, вы это все, все великолепно знаете, и раствор натрий-H-СО3 тоже имеет щелочную реакцию, реакцию среды. Значит, ну, а здесь давайте-ка, давайте-ка разберемся. Итак, константа основности иона СО3-2, значит, она будет, простите, концентрация основания, то есть концентрация карбоната иона равняется, естественно, концентрации натрия карбоната и равняется 0,05 моль, деленный на литр. Но константы основности иона СО3-2 нету, так же, как константы основности иона СО3-2, но есть константы кислотности угольной кислоты. Нас будет интересовать, какая константа кислотности иона СО3-2, это основание, СО3-2 сопряженная кислота. Поэтому нас интересует константа кислотности иона СО3-2, а это есть вторая константа кислотности угольной кислоты, то есть 5,0 на 10 минус 11 степени. Итак, мы из справочника выписали соответствующее значение константы кислотности, найти требуется степень ионизации ПО4-2. Ну, записываем, естественно, уравнение ионизации слабого основания СО3-2. Основание принимает протон от воды, получается сопряженная кислота HCO3-2, ну и вода, потерявшая протон, вода как кислота, превращается в сопряженное основание OH-2. Как обычно, под формулами Сбейс-Альфа-бейс это концентрацию H-, Сбейс-Альфа-бейс концентрация HCO3-, они равны друг другу, ну а концентрация не ионизированных частиц основания СО3-2- это Сбейс на единицу минус Альфа-бейс. Итак, рассчитываем константу основности карбонатона, исходя из константы кислотности сопряженной кислоты и ионного произведения воды. Итак, КБС, это КБС-СО3-2 минус иона, константы основности, это К-воды, деленная на константу кислотности сопряженной кислоты HCO3-. К-воды 1,0,0 на 10 минус 14, константы кислотности 5,0 на 10 минус 11 и получили константу основности 2,0 на 10 минус 4 степени. Ребятки, посмотрите, диэтил, диэтил, амин у нас было, ну почти 1 на 10 минус 3, а здесь у нас 2,0 на 10 минус 4, очень сильное основание, верно ведь? И намного сильнее того же молекулярного мяка 1,75 на 10, на 10 минус 5 степени константа основности которого. Итак, идем дальше. Требуется, конечно же, вначале оценить степень ионизации карбонат-ионного раствора, чтобы, ну, знать, по какой формуле нам можно считать, по простой или по квадратному уравнению. Итак, берем отношение ЦБСКБ. Концентрация, ребятки, да, 0,05 мы взяли здесь, да, я смутился, да. Итак, концентрация карбоната натрия была 0,05 моль на литр. Константу основности мы с вами вычислили 2,0 на 10 минус 4, это получается число 250. А 250, конечно же, меньше, чем 400, ну, достаточно близко, вот, поэтому альфа-бейс будет больше 5%, но не намного больше, ведь эти числа близки достаточно друг к другу. Но, тем не менее, единица минус альфа-бейс мы уже не можем считать равным единице, да. И к-бейс, естественно, будет связан с концентрацией основания и степень единизации вот этой формулой ЦБС, альфа-бейс в квадрате, деленной на единицу минус альфа-бейс. Итак, рассчитываем степень единизации альфа-бейс, ну, и затем равновесную концентрацию и активность ее доложим. Итак, альфа-бейс минус к-бейс плюс корень квадратный к-бейс квадрат плюс 4 к-бейс ЦБС, деленное на 2 ЦБС. Подставляем чисельные значения. Минус 2,0 на 10 минус 4. Ребятки, я все буду озвучить, потому что я сразу вижу, где, ну, вдруг какие-нибудь погрешности, да, вот, которые я сразу же замечу, в отличие от вас. Итак, к-бейс 2,0 на 10 минус 4 в квадрате под знаком квадратного корня плюс 4 умножить на 2,0 на 10 минус 4 к-бейс и на концентрацию ЦБС 0,0,5,00. В знаменателе удвоенная концентрация оснований, или в нашем случае соли, натрий-2-СО3, то есть 2 умножить на 0,05. Получаем число 0,0613, или 6,13%. Ну, а, соответственно, активность ион-ОН равняется концентрации равновесной ион-ОН равняется ЦБС альфа-бейс и равняется 0,0500 умножить на 0,0613, получили 3,06 на 10 минус 3 степени моль на литр. Итак, знаем активность в состоянии вычислить ПОН, который есть минус логариф активности ион-ОН минус, и при подстановке активности ион-ОН равняется 3,06 на 10 минус 3 в эту формулу получаем, что ПОН равняется 2,51. А ПОН, соответственно, это разность между чем ионным произведением воды, ПК воды, простите, показателем, да, ПК воды, минус ПОН, и это есть 14,00 минус 2,51, 11,49. Я уже не привожу цифры для строгого решения, но видите, разница между вычисленным по, исходя из предположения, что коэффициенты активности равны единице, значение 11,49, а строго, если считать, 11,39 на одну десятую единицу ПОН. Естественно, ребятки, потому что у нас соль натрий-2СО3, концентрация 0,05, тройной электролит, значит, 0,05 умножаю на 3, получаю 0,15, ионная сила 0,15. А это, естественно, приводит к тому, что коэффициенты активности отнюдь не равны единичке. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас, у нас здесь. Что-то я, ребятки, как-то очень-очень быстро с вами пробежал вот эту, вот эту часть. Значит, ну, давайте скажу сразу, что все, что мы с вами, что мы с вами рассматривали вот в течение нашей сегодня лекции при расчетах, а также на предыдущие лекции, когда выводили формулы для вычисления PH, то мы с вами хоть и не обговорили, но это было все для случаев, когда растворы не очень разбавленные, а кислоты и основания не очень слабые. Что это такое? Это значит, что мы с вами рассматривали концентрации растворов больше, чем 1 на 10 минус 4, а брали константы кислотности, ну, как правило, ну, хотя ее на аммониум у нас было 10 минус 10, но концентрация большая была. То есть тогда вот те формулы, которые мы с вами использовали, они справедливы. Почему? Потому что при ионизации слабой кислоты концентрация ионовоксония, образовавшаяся из кислоты, будет намного больше, чем концентрация ионовоксония вследствие ионизации молекул воды. А при ионизации слабого основания концентрация ионовоксония из основания получается намного больше, чем концентрация ионовоксония в воде. Поэтому мы ионизацией воды пренебрегали. Но если у нас растворы очень слабых кислот взятые и очень слабых оснований в очень разбавленных растворах, то в этом случае автопротолизом воды пренебречь нельзя. То есть нельзя пренебречь ионами H3O+, и ионами OH минус минус воды. Поэтому вот давайте этот случай мы с вами рассмотрим, потому что вы все очень разные. Некоторые из вас, ну насколько я уже понял, химией очень интересуются. Я думаю, это будет больше для общего развития. Мы с фармацевтом не будем требовать вот это все, так сказать, ну показать на наших контрольных. Но давайте-ка мы все-таки с вами рассмотрим. Итак, в очень разбавленных растворах, очень слабых кислот и основания, для которых констант, простите, концентрация кислоты или концентрация основания меньше, чем 1 на 10 минус 4 степени моль на литр. А константа кислотности или константа основности меньше, чем 10 минус 6 степени моль на литр. Концентрации ионов H3O+, воды пренебречь нельзя. Или ионов H воды пренебречь нельзя. Вот что в этом случае? Значит, смотрите. Мы будем рассматривать параллельно протекающих два процесса. Давайте-ка я все это буду делать на примере слабой кислоты. Итак, молекула H-анион слабой кислоты плюс вода. Получается ее на кислоте плюс анион. Константа кислотности вот этой кислоты H-анион. Это есть равновесная концентрация H3O+. Мы будем работать с равновесными концентрациями. Умножить на равновесную концентрацию сопряженного основания и деленное на равновесную концентрацию H-анион. Вот из этого выражения давайте мы сразу выразим равновесную концентрацию сопряженного основания анион-минус. Почему? Об этом чуть попозже. Итак, поскольку это все в этой строчке написано, давайте обсуждать. Итак, равновесная концентрация анион-минус, то есть сопряженного по отношению к кислоте H-анион основания, это и что такое? Константа кислотности КА, умноженная на знаменатель и дроби на равновесную концентрацию H-анион и деленная на концентрацию H3O+. Но параллельно с ионизацией кислоты в растворе происходит автопротолиз или, как говорят еще, самоионизация молекул воды. Одна молекула воды выступает кислотой, вторая молекула выступает основанием. Помните, мы с вами говорили амфолит. Итак, молекула кислоты отдает протон молекуле воды, получается ионоксония, ну и от воды остался ионуашмин. Константа равновесия этого процесса, это есть константа автопротолиза воды. Она, естественно, строго говоря, выражена через активность, но мы считаем, что активность равна единице. Раствор это очень разбавленный белок, да, равны единице, поэтому выражаем через равновесную концентрацию все. И отсюда концентрация ионов OH- равняется К воды, деленная на концентрацию H3O+. Итак, видим из второго уравнения мы выразили концентрацию равновесного аниона. Из первого равновесного концентрации анион минус. Дальше составим уравнение электронейтральности. Что это такое, ребятки? Какие бы процессы ни происходили в водном растворе. Диссоциация, ионизация и так далее. Раствор не бывает заряженным. Всегда концентрация положительно заряженных частиц равняется концентрации отрицательно заряженных частиц. А раз так, раствор электронейтральный. То мы можем составить уравнение электронейтральности. Посмотрите. По первому уравнению образовалась отрицательная частица, ее концентрация такая же, как концентрация H3O+. По второму уравнению образовались отрицательные заряженные частицы анион минус. А их концентрация такая же, как ионов H3O+, которые получились по этой реакции. Поэтому равновесная концентрация ионов H3O+, положительно заряженных частиц, будет равна сумме равновесных концентраций вот этих отрицательно заряженных частиц анион минус и OH минус. Мы записываем. Итак, равновесная концентрация H3O плюс равняется равновесная концентрация анион минус плюс OH минус. Уравнение электронейтральности. А вот сейчас давайте-ка мы с вами в это уравнение электронейтральности подставим значение анион минус равновесной концентрации, которую мы с вами написали двумя строчками выше. КА, константы кислотности умножить на равновесную концентрацию H анион, и делим на равновесную концентрацию ионов H3O+. А вместо H минус К воды, деленное на равновесную концентрацию H3O+. И что мы отсюда имеем? Приведем к общему знаменателю H3O+. Поэтому в числителе дроби будет сумма числителей вот этих двух дробей. КАН, дополнительные множители единицы, здесь единица, да? КА умножить на равновесную концентрацию H3O+, плюс К воды. Итак, мы с вами имеем, я выделил ширину, равновесная концентрация частиц H3O+, равняется вот этой дроби. Мы умножим с вами левую и правую часть этого равенства на равновесную концентрацию H3O+, избавившись тем самым от дроби, которая у нас есть. Итак, что мы будем иметь? H3O+, равняется числитель вот этой дроби. Затем H3O+, равняется КА умножить на H, а не он, плюс К воды. Вот здесь я написал. Затем перенесем из правой части эти два слагаемых в левую сторону. Они поменяют знаки плюс на знак минус и приравняем к нулю. Итак, мы получили уравнение, в котором концентрация ионовоксония в квадрате содержится, содержится константа КА воды, содержится константа кислотности и равновесная концентрация H2O. Но что такое равновесная концентрация H2O? Это общая концентрация вот этой кислоты минус равновесная концентрация анион-минус, верно? Чему равняется концентрация неионизированных молекул H2O? Мы всегда об этом с вами говорили. То, что было, было СА, минус то, что распалось на ион. А сколько распалось? Столько, сколько получилось анион-минус. Ну а раз так, то вместо равновесной концентрации H анион, давайте подставим СА минус равновесная концентрация анион-минус. И получаем уравнение H3O плюс в квадрате минус КА умножить на скобку СА минус равновесная концентрация анион-минус КА воды равняется 0. Ну, давайте-ка посмотрим, что из этого мы с вами будем иметь. Значит, чтобы с ним разобраться, нам придется с вами еще прибегнуть к уравнению материального баланса. Что такое уравнение материального баланса? Это вы помните, что общая концентрация какой-то частицы, которая претерпевает какие-либо изменения в растворе, равна сумме равновесной концентрации всех частиц, образовавшихся из этой частицы. То есть, в нашем конкретном случае, чему равна общая концентрация кислоты H анион в растворе? Вот мы взяли СА. Она равна сумме равновесной концентрации неионизированных молекул H анион и плюс равновесная концентрация распавшихся на ионных частиц, она равна равновесной концентрации анион-минус. Чему равна равновесная концентрация H анион мы из уравнения ионизации? Ребятки, вы как видите? Проблемы на доске бы было все оставлено. Чему равна равновесная концентрация H анион отсюда? H3 плюс анион-минус деленное на КА. Итак, равновесная концентрация H3 плюс на равновесную концентрацию анион-минус деленное на КА. Плюс равновесная концентрация анион-минус. Посмотрите, что мы с вами здесь делаем. Мы заменяем равновесную концентрацию H анион, выражаем таким образом, чтобы у нас были только анион-минус здесь. Видим? Анион-минус. H-анион заменили величиной, которая содержит H3+, константу кислотности, и равновесную концентрацию анион-. Итак, это равняется чему? А дальше приводим к общему знаменателю K. Имеем H3+, на анион-, плюс анион- на K, дополнительные множители. Итак, CA равняется, у нас получилось вот этому. Отсюда следует, что равновесная концентрация, концентрацию анион, выносим за скобку в числителе, в скобке получится H3+, плюс KA. Верно ведь? Поэтому, чему равняется равновесная концентрация анион-? CA умножить на K, на знаменателе этой дроби, и деленное на то, что у нас осталось в скобке. Равновесная концентрация H3+, плюс KA. Вот мы выразили, чему равняется равновесная концентрация, сопряженная в основании анион-мин, через исходную концентрацию кислоты, и здесь константы, и величина pH. Подставим это значение в уравнение, которое у нас на предыдущем слайде было написано, H3 плюс квадрат минус KA умножить на вот эту скобочку минус KA. Итак, подставим, что будем иметь. Равновесная концентрация H3+, минус KA умножить на CA, вместо анион минус CA, деленное на H3+, и минус KA воды равняется 100. Избавляемся, простите, пожалуйста, избавляемся от скобочек, здесь видите скобка стоит, перемножаем, да, получили минус KA, минус на минус дает плюс, CA, KA, но уже в квадрате, поскольку KA перед скобкой стоит, на H3+, плюс KA, минус к воды равняется, равняется 0. Ну и, перемножив все, ребятки, перемножив все, мое время истекает, мы приходим к кубическому уравнению H3+, который равняется, видите, H3+, кубе, которое преобразуется вот такое, вот такое уравнение. И на последнем слайде, который будет вывешен, значит, вот рассмотрены все случаи, как вычисляется равновесная концентрация H3+, при различном соотношении константа кислотности к CA и так далее. Среди них мы видим формулу H3+, минус KA, которую мы пользуемся, мы видим формулу корень квадратный, вот это вот, из KA умножить на CA, когда альфа меньше 5, 5%. Значит, кто интересуется, вы можете все это посмотреть. Итак, дорогие мои, я с вами прощаюсь. До свидания. Ну, подождите, так сразу, до свидания. Запись сейчас выключим.